Здравствуйте, меня зовут Самойленка Наталья, и мы отправились в путешествие совместно с питомником Покровский, с ребятами, которые выращивают розы, и они пригласили нас в удивительное путешествие. Мы с вами побываем в частных садах, а сейчас мы находимся в эстонском питомнике растений. Здесь, помимо того, что можно что-то приобрести и посмотреть, как это выращивается, здесь достаточно интересный арбореттон. И я, наверное, кое-где даже оставлю комментарий. Ну, допустим, сейчас мы с вами стоим в удивительного растения. Это пицца глаука пендула, ель канадская, она же белая, плакучая форма. Посмотрите, какая она красивая. Плакучая форма связана с тем, что, видите, основные ветки скелетные, они как бы направлены вниз. При этом это не особо влияет на ее высоту. Думаю, что где-то по высоте она еще накинет метра два-три. Безумно плотная, интересная форма и интересное растение. Пойдемте посмотрим, что здесь есть еще. Здесь везде есть таблички, но не везде. И у меня ощущение, что это на самом деле вода. Помните, в одном из сортов о сербских елях мы говорили о сорте, который то ли относится к сербским, то ли относится к глаукам. Вот, похоже, это именно он. Ну, очень, во всяком случае, похож. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Играет музыка У нас был сюжет про эту елочку. Именно про нее мы говорили, что за ней интересно наблюдать, как из гадкого утенка она превращается в безумно красивого лебедя. И в данном случае она еще выглядит, как гадкий утенок. Это пицца абиасвергата. Ее еще по-другому называют змеевидной елью. Она дает достаточно большие приросты. И дальше вот в пазухах отсюда бывают выскакивают побеги где-то до метра. Участок, ну, ее может принять только большой участок, потому что иногда она по площади, ну, в итоге может занимать и до пяти соток. За ней очень интересно наблюдать. Она хулиганка. Она вся такая хулиганистая. И через несколько лет это будет безумно красивая ель. Возможно, одна из самых красивых, которых вы когда-либо видели. А мы идем дальше. Вот этот кусок арбореттума, он посвящен тем растениям, которые неплохо себя чувствуют в кислых почвах. Даже обратите внимание, это подчеркнуто бордюр сделан из кусков торфа. Здесь, естественно, верески. Здесь абиасы еле европейские. Здесь очень много гортензий. Естественно, рододендроны. И причем можно даже, если внимательно пройтись и посмотреть, здесь помимо вот этого выставочной площадки, здесь фактически я вот стою на чистом торфе. Можно посмотреть, что себя хорошо чувствует на кислых почвах, а что считается, что будет чувствовать на кислых почвах хорошо, а на самом деле это не так. К примеру, здесь пытались высаживать колючие ели, и им здесь очень плохо. А вот абиасы чувствуют себя просто великолепно. А это вот как раз колючая ель. Очень часто пытаются ее посадить совсем в кислую почву, и, как видите, ей это не очень нравится. Причем это не то, что сюда высадили два сторожка умирать. Если пройтись по всей территории, то можно будет увидеть, что там, где они сидят в сильно кислой почве, им не очень хорошо. Все-таки не надо забывать, что они родом Северной Америки, забираются высоко в горы, а там грунт не всегда кислый. Но, тем не менее, это тоже очень интересно. Видимо, арборетум разделен не только по зонам растения для тени, полутени, пейзажные или какие-то солитерные, но точно так же и по почвенным условиям. Потому что здесь есть кусты, некорректно немножко сказала, здесь есть растения, предпочитающие пески, есть растения, растущие на суглинках. Здесь можно увидеть то, что хорошо себя чувствует на торфяниках. Ну, это хороший, наглядный, живой учебник по дендрологии. Интересно спланированный, интересно построенный. Это самый настоящий учебник по дендрологии, воочию. Очень красивый эко-парк, очень красивый дендрариум. А вот это растение, мы не сразу к нему подошли, а издали, очень долго гадали, что это такое. То ли это не распустившаяся до конца лиственница, то ли это мелколистный вяз. А оказалось, это таксодиум. Представляете, я думала, на нашем континенте они не растут. Ну, во всяком случае, в Ленинградской области и в Прибалтике. И вот. А сейчас мы подходим к уголку, где представлены растения для тенистых мест, для полутени и тени. Посмотрите, какие шикарные папоротники. Посмотрите, самая красота, когда лист раскрывается. Сейчас вы увидите рододендроны. И одну вещь, которую я вам покажу, именно из-за нее можно было сюда приехать. Я сделала для себя одно маленькое-маленькое открытие. Это карликовый сорт черешковой гортензии. Хидроангия пятиолярис. Она настолько миниатюрна, что, в общем-то, прекрасно подходит в качестве почвопокровного. Если посмотреть камеру чуть-чуть повыше, вот так она плетает пень. А вот это из нее торчит канадский дерен. Тоже великолепное почвопокровное растение, ковриком закрывающие тенистые места. Можно высаживать на солнце, но там он менее конкурентно способен, и обязательно кто-то пытается его задавить. А вот в тени он безумно красивый. Вот он зацветает. Цветок абсолютно простой. Четыре лепестка. Сейчас он зеленоватый, потом будет белый. А в итоге будут красивые, крупные красные ягоды. Правда, безобразные на вкус. Но, насколько помню, не ядовитые. С нами в поездку поехала основатель компании «Ландшафтная Эрика» Оля. И она безумно любит папоротники. И это ее страсть. И я уверена, что в этом арборетурме она получила биологический экстаз. Ботанический экстаз. Наверное, в автобус мы ее затащить не сможем. Помните, у нас был хит-парад ели обыкновенной? И, по-моему, на первое место заняли новые сорта, которые были с красным приростом. И мы тогда как раз говорили, что они красивые, но в течение недели. А дальше, в середине лета, это просто обыкновенная елка. Так вот, посмотрите, переходный возраст от ярко-красивого красного, как шишка, к зеленому. Ну, создается болезненное впечатление. Можно показаться, что она болеет. А на самом деле это абсолютно нормальная. И это самые модные сорта. Очень интересное решение. Плакучая, привитая береза. Мы обычно делаем ей корешечку, когда она дорастает до низа, чтобы она была более-менее аккуратная. А здесь ее ветки вытянули, пустили по перголе, и это получилось фактически большая, красивая, живая беседка. Это здорово. Из нее сделали почти лиану. Я думаю, что многие так пускают клематицы. Виноград и какие-то другие лианы. А здесь, так пустили березу, нас всю дорогу преследуют пихты. Но такой пихты у нас еще не было. Посмотрите, это одноцветная пихта, фактически стелющаяся. Но это низкая прививка, пущенная. А там такая же, но корейская пихта. Сейчас я стою, на мой взгляд, у самого колючего можжевельника, Юнио Перус Конферта. Ощущение такое, что он на самом деле очень нежный. Но лишний раз до него не дотронешься. Мы привыкли с какими-то сортовыми формами. А это дикарь. В принципе, он достаточно высокий. Родина Сахалин. С багряником японским знакомы многие. Но вот с его плакучей формы, привитой именно как раз в форме зонтика, я думаю, что знакомы не все. Я лично его в таком виде вижу первый раз. И это космос. А я вам покажу еще один космос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы на самом деле находимся в первом саду. В отличие от вас, я уже вижу, какая там красота. Я бы сказала, это просто ботанический рай. И мы попытаемся быстренько рассказать о тех растениях, которые есть. Нас все время пеняют нам, что мы показываем сады, но при этом не даем комментариев. Поэтому времени у нас, к сожалению, мало. Группа у нас очень большая. И мы постараемся максимально быстро обо всем рассказать. Пойдемте. Здесь весна вовсю. Здесь цветут рододендроны. Гортензии только-только-только просыпаются. Очень большое количество крайне интересных хвойных. Посмотрите. Если не ошибаюсь, это Кенненским вайт. Один из старейших сортов. Сорт когда-то в свое время, по-моему, лет 5-7 назад отметил 200-летие. Много удивительного. Ну, я думаю, что можжевельниками вас мало кто удивит. А вот посмотрите, в каком состоянии на самом деле находится коника. Я думаю, что сейчас многие вздыхают. Дело в том, что здесь легкий грунт, песчаная почва. Поэтому кроме коники здесь великолепно себя чувствует обыкновенный можжевельник. Суэцко-Ауре. Здесь много интересных вещей, которых, к сожалению, на тяжелых грунтах, увы, мы себе позволить не можем. Поражает и разнообразие небольшая коллекция одноцветных пихт. Посмотрите, какая красавица. Это видовая. Если к ней подойти и посмотреть, то иголка, она серповидная и достигает порядка 10 сантиметров. Посмотрите, какая пихта одноцветная получила свое название, потому что что с одной, что с другой стороны, у нее абсолютно одинакового цвета хвоя. Красавица. Единственное, она прекрасно, кстати, зимует и в Московской, и Ленинградской области. Но это именно та пихта, которая абсолютно не теневынослива. Она абсолютно солнцелюбива. И высаживать ее нужно исключительно на солнечное место. А вот коммунис. Ему здесь хорошо и комфортно, потому что, опять же, у нас с вами легкие грунты. И то, ради чего можно было сюда приехать, это магнолия. Я знаю, что у нас есть умельцы, у которых живут магнолии. Да, это, по-моему, у нас с вами кобус и какой-то еще вид. Но мало кто может похвастаться такого размера. Это круто. Смотрите, какое чудо. Это крушина. Это самый обычный сорняк. Это именно тот сорняк, который мы привыкли с вами видеть вдоль обочин. Вернее, не вдоль обочин, извините. На берегу река она великолепно выдерживает подтопление. Но вот это вот ее форма с видоизмененным листом, асплинифолия. У нас был сюжет об этом. Но здесь его очень интересно держит. Это фактически живой бонсай. А под ней любимое растение императоров. Это туевик. Одно из старейших растений, которые, в принципе, существуют. Говорят, оно вместе с тисами видело динозавров. А вот это, если я все правильно поняла, то вот такого размера здесь. Либо это бесподобно чувствующий себя блюк капит, но вообще-то он по ветвению похож на блюстар. Если это так, то это первый в моей жизни блюстар, достигший такого размера. Айсбрекер корейская, пихта вон там вот под караганой с перевернутой хвоей. Достаточно интересное растение. Самая обычная плакучая береза. Справа тис, можжевельник и отавский барбарис. Я представляю, сколько хозяйке этого участка приходится поливать эту композицию. Потому что тис все-таки предпочитает влажные почвы, а береза страшный водохлеб. И мы идем дальше. Чудеса только начинаются. КОНЕЦ Если почитать справочники и литературу, то вы обнаружите, что любой плохо зимующий можжевельник пытается отнести именно к китайцам. К китайцам пытаются отнести стрикты, блюстары. Все, что вызывает какие-то проблемы, обязательно обвиняют во всем китайский можжевельник. Вот на самом деле китайский можжевельник по структуре вот именно такой. Вот это вот классический китаец. И к блюстару он не имеет никакого отношения. Но во всем виноват Китай. Гринтауэр. Поклонников... Это для поклонников черных сосен. На переднем плане фастигиатная Гринтауэр. А на заднем, похоже, это видовая. Рядом спиралис. Слева, скорее всего, какая-нибудь санкист. Ну и, как всегда, смарагд. Без него достаточно сложно обойтись. А если вы обратите внимание на вот этот ярко-желтый кусок, то это филиформис. Это кипарисовик. Между прочим, этот вид кипарисовика отлично зимует и у нас с вами. Великолепно себя ведет. Он невысокий, но не подпревает, не капризничает, не вымерзает. А если повернуть камеру от него вот рядышком направо, да, то это складчатая туя. Это випкорт. Взрыв на макаронной фабрике. Есть такой вид у западной. Вот. А в данном случае это складчатая. Неплохо себя долгое время показывала, но зима пятилетней давности доконала все складчатые туи и все випкорты в Ленобласти. Посмотрите, как цветет айва. И для тех, кто боится стричь за айвой японской, я не знаю, это просто какая-то форма, или это может быть Будда, или это сделано в виде живого камня. Но во всяком случае, на мой взгляд, это что-то живое. Издали мне казалось, что это какой-нибудь голден смараг. Но если подойти и потрогать, то это столовик. Это тот сорт, который, он вообще на самом деле неубиваемый. Вот один из самых устойчивых. У него всегда молодой желтый прирост, иногда даже беловатый. Смотрите. Вот в Европланте есть. Классно. Вот это чудо вы никогда не увидите. Вот зуб даю. Ни в Московской, ни в Ленинградской области пестролистной формы вигеллы фактически не найти. На этом участке, да, она, ну это и карликовый на самом деле сорт, она мало того, что отлично себя чувствует, так вот там вот в плодовой зоне вигеллы двух метров. Самое удивительное, если присмотреться, то вот именно это и есть сад минимального ухода. Несмотря на большое количество растений, несмотря на все разнообразие. Этот сад, который единственное, что он требует усиленного полива, потому что песок, а здесь собраны, есть несколько водохлебов, но при этом за ним легко и просто ухаживать. Его не надо укрывать. Хозяев не пугает зима о том, что нужно бегать, срочно что-то укрывать. Максимум что-то просто подвязать. Вот это и есть сад минимального ухода, когда четко подбирается виды растений, которые у нас с вами зимуют, их сорта и вуаля. Вот это гречавка, это потрясающее растение. Посмотрите, какая форма, форма граммофона, насколько насыщенный цвет. И я думаю, что поклонники этого растения знают о том, что если бы она росла в Ленобласти, этой плюшке было бы не менее 10 лет. Она безумно медленно разрастается. Ее фактически невозможно вырастить из семян. У нее семена всходят на второй год и очень маленький процент схожести. Но она стоит того. А вот это та самая большая вигела, о которой я говорила. Я метр пятьдесят. Ее немножко уже успели подстричь, и она цветет. И она отлично себя чувствует. И нету признаков подмерзания. А перед ней шелковица. Вы представляете? И это все, еще раз повторюсь, сад минимального ухода. Потому что нету растений, воткнутых просто в газон. Потому что все идет в группах. Это именно то, что позволяет вам восхищаться своим садом, а не быть его рабом. Кизильник горизонтальный. Все привыкли, что он низкий, что он достаточно жесткий. Тут его немножко приподняли. Я не знаю, такой фокус у нас получится или нет. Но это здорово. Ну, правда, вот такой опыт в Ленобласти, я боюсь, что приведет к тому, что все, что приподняли, все смерзнет. Но почему бы и нет? Можно пробовать. Может, именно у вас на участке тот самый волшебный микроклимат, который есть. Катерина, мы хотим вас поблагодарить. А что, уже? Нет, я просто, пока мы тут все собрались, значит, я смотрю, что вы там... А, вон, по всем по-по-по-по-по... И там пустые места. Значит, мне это небесная канцелярия подкопала. Значит, я подобрала розы по вашим пожеланиям. Значит, вы любите ароматные? Да. Вот, значит, здесь есть разные цвета. Благодарю. Вот, разные ароматы. И написано. Да, вот бумажка, значит, в которой здесь написано про эти розы. Вот. Ну, вы там потом уже там выполните, да. Спасибо большое. Так что, пусть это было... Это мы, наш потомник прививал, и вот для вас специально привезли. Ура! Пожалуйста, я уже быстро приготовила. Да, так и. Ну, на самом деле, на этом не все. У нас тоже от нашего канала есть маленький сувенир. Вот. Вот, мы решили, что вот эта вот милая девушка с атрибутами чижика, пыжика, да, вот, она полностью соответствует атмосфере вашего сада. Вот. И это будет, давай, маленький домоенок. Это, да, ангел, который будет помогать сохранять сад. Спасибо. Спасибо вам огромное. У вас потрясающий сад. К сожалению, пребывание в этом замечательном месте подходит к концу. Нас ждет еще много что интересного. Большое спасибо хозяйке. И я надеюсь, что все, что мы сегодня увидим и все, что мы увидим завтра, оставит такое же приятное и теплое ощущение, как этот сад. Спасибо. И двигаемся дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok